Холодает, скоро зима, а зимой самое вкусное блюдо и любимое это пельмени. Сегодня я расскажу как приготовить настоящие сибирские пельмени с дичью. Обратите внимание, вот это те компоненты, которые нам потребуются для фарша. Вот это вот лосятина, здесь 350 грамм. Вот это свинина, тоже 350 грамм и 150 грамм хребтового шпига, то бишь сала. Это говядина, которой тоже 300 грамм. Значит для этого фарша еще нужны будут лук, чеснок, вот они здесь находятся, яичко и сливочное масло. Из специй два вида перца, перец черный молотый и перец душистый горошек. Тоже молотый. Сейчас я буду из этого готовить фарш, а потом пока будет фарш созревать, я приготовлю тесто. Подготовим все компоненты для того, чтобы перекрутить на мясорубке. Значит на мясорубке я буду использовать сетку, самую крупную, которая у меня есть, для того, чтобы получилось рубленное мясо. Можно, конечно, вручную нарезать, но это очень трудоемкий и по большому счету бессмысленный процесс, хотя некоторые его рекомендуют. Мол, так классически готовилось, но классически так готовилось просто по той причине, что у людей не было мясорубок, поэтому и резали вручную. На вкус это никак не повлияет. Лосятина у меня уже нарезана практически под нужный размер. Да, по поводу дичи. Дичь, в принципе, можно использовать любую. Ну вот мне повезло с лосятиной. В классических, конечно, сибирских пельменях, уж совсем в классических, медвежатиной используется. Ну, как-то и медведей жалко. А оно и так, в общем-то, главное, чтобы была именно дичь. Где ее приобрести, я, честно говоря, особо не знаю, просто у меня есть друзья-охотники, которые мне подгоняют эту замечательную штуку. Ну, наверняка, на рынках где-то можно всегда купить. В советское время, по крайней мере, были магазины охотников, в которых это продавалось. Вот все компоненты готовы. Теперь будем все это дело перекручивать. Да, маслица забыл нашинковать так, чтобы его постепенно вносить в пар. Еще раз скажу, что сетка крупная. Это важно. Иначе будет не сочно, будет не так. Ну, мелкое перебитое мясо, оно не очень вкусное. Сейчас немножко камеру подниму, чтобы было видно, как это будет все на мясорубке. Иначе будет все на мясорубке. Я буду пропустить. Я буду миграя. Вographом центре. Я буду притакивать. Я покажу. Теперь сюда яичко Я мясо предварительно мариновал в соли, поэтому соль я добавлять не буду И перчик, специи Предварительно все это смешиваем Обязательно надо добавить водички, обязательно Потому что особенно дичь, мясо очень плотное, сухое Даже добавленный шпик все равно не даст ему той нежности, которую мы хотим Ну я по крайней мере хочу добиться в своем продукте Поэтому обязательно немножко водички Как я уже говорил в предыдущих роликах, водичка она позволяет и менее сухим сделать продукт И лучше проникнуть в специи Пока все это будет на созревании находиться, пока я буду заниматься тестом, вода полностью впитается И пельмени потом у вас будут сочными, с очень приятным вкусом Чеснок можно не жалеть, его много не бывает Почему в покупных полименях, например, нет чеснока И поэтому вкус какой-то пресноватый, потому что чеснок при заморозке синий имеет такое свойство И производители, чтобы не портить вид готового продукта своего Чеснок не добавляют, либо добавляют порошковый, а все-таки это не то Потому что пельмени это наше родное, любимое блюдо Хоть и происхождением из Китая Вот, видите, получился фарш Никакой воды уже не видно, он впитал даже ее в процессе перемешивания Ну теперь это должно постоять, чтобы все-таки отработали специи Теперь тесто Мука, я ее не просеиваю для пельменей, это совершенно не обязательно Потому что пельменное тесто пресное, так называемое Вот, муку, немного соли Ух, сумка, она как свалялась Немного постного масла Немного И яичко Все, теперь я все это дело подперемешаю пока месть И начну потихонечку заливать воду Вообще, если вы хотите хорошие вкусные пельмени, тесто надо удивить некоторое внимание Не надо торопиться То есть, его нужно мучить, перемешивать, бить Пока оно не станет как резина Не стесняемся, подсыпаем муку, если что, добавляем водичку Пока тесто не начнет отставать от рук Как минимум В идеале можно, нужно сделать такой шарик особый Как мячик Идея его бить, 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 катать, 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 катать Этот процесс довольно нудный Я не буду весь его демонстрировать Покажу потом в финале, что должно получиться Ну вот оно уже в принципе обретает необходимое состояние Но еще это только начало И вот так вот, вот так вот Как говорят, тесто месить Уплотнять, уплотнять Видите, у меня мука здесь Тесто, его потихонечку, эту муку принимает в себя Тяжелое занятие Нелегкое Но Ради собственного желудка Стоит попотеть Ну вот я и готов к лепке Вот мое тесто Вот досочку смазал Ну, натер мукой Вторую под выкладку пельменей Скалка приготовлена Сейчас приступим Вилочка Ножичек Итак, берем тесто Я делаю классический Без всяких стаканчиков Как сейчас рекомендуют Форм Так, как бабушка учила Для чего мы добавляли Немного постного масла в тесто Немного постного масла в тесте Делать его не липнущим к рукам А это крайне-крайне важно Ну и как бы я же сибиряк Все-таки какой-никакой Классический Когда лепишь пельмени Одна рука должна быть всегда сухой Я покажу на примере одного-двух Может быть трех Не буду вас утомлять Однообразными процедурами Вот видите Рука, которая держит вилку Всегда сухая Ну вот, первый пельмень готов Отправляем его на досочку Я фарш не жалею Потому что Не на продажу А для себя любимого Чем больше внутри мяса Тем вкуснее Добавляем его на досочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и так далее Сейчас я выключу камеру Налеплю И потом уже покажу Когда это будет готово Вот так у меня получилось С того количества мяса К сожалению С тестом не рассчитал Тесто немножко осталось Ну и Господь с ним А пельмени вот они Осталось сварить И покушать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok